СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Здорово, Сергеич. Завизируешь? Неужели вправду в район? А как же? Здесь все будет. Ну, ты ж знаешь наш девиз. Незаменимых не бывает. Ага, я знаю этот девиз. И куда он нас всех привел? У тебя ж наверняка пенсион есть. Сейчас ж не уходишь. Не хочу. Бывай. Счастливо. СТУК В ДВЕРЬ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Прибыли. Принимайте. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здрасте. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Что вы там, уснули совсем? Почему не открываете? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Машину загнать, бабло перекинуть, покинуть местное происшествие. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, накопились там недогулиные выходные, месяца полтора, в общем, есть. Я хотел, чтобы мы провели их вместе. Ты как к этому? Ну, у нас здесь не самое хорошее место для отпуска. Ну, ничего, я привык к экстриму. В общем, мне нужно дня два разобраться с делами, я выезжаю. Буду ждать. Все сработало, пошло движение. Да, Паша. Спасибо, все получил. Угу. Да нет, сам справлюсь. Оружие, правда, в оружейку сдал. А, не-не, все нормально будет. Спасибо, давай. Надь, да вот я уже подъехал. Здесь я уже сейчас зайду в гараж. Слушай, а ты хоть видела, сколько здесь барахла? Нет, это... Кошмар. Нет, здесь не много. Здесь дофига всего. Надо грузовик вынимать, чтобы все это вывезти. Слушай, а кастрюли, с которой мы еще в коммуналке жили, давай их выкинем? Да все, все, шучу, шучу, шучу. Ты у меня такая хозяйственная. Все, я все понял. Другой бы плюнул на все, я бы давно свалил. Ну и я. Потому что я тебя люблю. Надь, я перезвоню, сторож заглянул. Привет, Леша. Ты сразу застрялишь или поговорил? Нече нам с тобой говорить, Мих. Ты все свое в ментовке уже отговорил, когда нас всех слил, чтобы свою задницу прикрыть. Так и ты мог свою прикрыть. Забыл? Каждый из нас свой путь выбрал. Ты с братвой по жизни идти, а я к нормальным людям вернулся. Каждый за себя решил, Леша. Хочешь поиграть? Но рискни. Да разве ты риск? Я рисковал, когда жизнь свою выбирал. И выбрал правильно. Даже если ты меня застрелишь. Я девять лет жил. И жил я не на зоне, не скрываясь от ментов по съемным хатам. Не боясь, что меня застрелят. А жил нормально. Как человек. Да я не боюсь. Не боюсь, стреляй. Давай, либо стреляй, либо... Добрый день. Георгиевич! ГРОХОТ 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 Вот он ствол начал искать. Тут совсем всё стало ясно. Ну вот дальше дело техники. Подсунули ему нашего человека. Вот я здесь. То есть… Ты был бы уверен, что у него холосты? Боёк, Спилин. Да ладно, ну получилось же всё. Получилось, да? Да я чуть не объёлся со страху. Получилось. Припёрся. Ну а что нам было делать? Нужно было от него отталкиваться. Ты телефоны поменял. Из города выписался. Где тебя искать? Пропал куда-то. Доженился, Георгиевич. Вытянул счастливый билет. Ну как, жена? Жена? Да, жена как жена. Она не местная, училась тут. Закончила, мы с ней в Новгородскую к ней уехали. Автосервис открыли. Вот решил гараж продать. Роман Георгиевич, а с ним-то чего теперь? Ну что, второй круг? Отпусти его. Да, ладно. Да мы... Мы же с ним со школы ещё. Я матери его, пока не умерла, деньги высылал. Якобы от братвы, от меня бы не взяла. Я виноват перед ним. Не в том, что стал показания по делу давать, а то, что не убедил. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже надеюсь. Я живу в Нежинске, в Новгородской области. Вот это адрес. Захочешь поговорить, найдёшь меня там. где бабки? Не надо. Вы почему мне не верите? А потому, что ты один остался жив. Формально я за них уже не отвечал. Да что ты. Ну, вы же нашли тетрадь. Курьер принял груз и расписался. Значит, ты подождал, пока за бабки распишутся. А только потом дал маяк, да? Я никому не давал маяк. Что ты делаешь? А? Я не брал. Правда. Не надо. Я не брал. Не надо, пожалуйста. Не надо. Это я. Ну, похоже, он действительно не при делах. Я понял. Погоди минуту. Ты уверен? А сумма какая? Просто и банально. Ну, хорошо. Я сейчас пришлю к вам людей. Давай. Отбой. Значит так. Ну, окажите ему первую помощь и отвезите его домой. Я заеду к нему позже. И будьте на связи. Давай. Георгич, ты заезжай. Там у нас такая рыбалка, такие места. Тишина, покой. Обязательно? Как-нибудь? 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 Как-нибудь, это значит, никогда. Да ладно, не будь ты пессимистом. Никогда не знаешь, что будет завтра. Ну, бывает. Счастливо. Алло, мам, ты не знаешь, где моя мотоциклетная куртка черная? Да не, никуда не собираюсь. Просто спросил. Слушай, мам, я хочу выяснить, где она. Мам. Здорово, дядь Миша, как ты ездил? Здорово. Без приключений. А? Ну, как тебе тачка? Слушай, крутая. Вообще. Смотри, движок расточили, амортизаторы спортивные. Передаточное число на коробке? Как на полула один. Все твои цитритрейсеры от зависти сдохнуты. Скорь из меня. Как гран-при Монако выиграешь, поляну накроешь. Федаль газа не топить, диски и колодки новые. Не придёрзь ещё. Давай, кончай меня дядькой называть. Стариков срочная сила. Спасибо. Аккуратно. Опа. А я тебя раньше ждала. На выезде из Питера такие пробки. Да? Ты поговорил с этим копоем? Да, конечно. Всё нормально. Гонять не буду. Я заметила. Но он молодой же. Молодой. Первый кураж. Да, вот я хочу, чтобы он вложил до старости. Этот доживёт. Он же твой брат. Ты умнее меня раз в сто. Значит, этот не дурак. Класса нет. Так, вещи привёз? Конечно. Давай потом разгрузим. Я целый день в дороге. Давай не ел. Ничего, ты полезна. А я, между прочим, сегодня вообще без обеда, потому что... Гражданин Краснов. Гражданин? Звучит гордо. Но меня напрягает. Во-первых, полномоченный Перов. Уголовный розыск. Вам необходимо пройти с нами. А в чём дело? А дело будет, если мы не договоримся. А пока просто разговор. Подождите, какой разговор? У нас начальник угрозы, Скайвантеев, машину ремонтирует. Он у нас всё... Девушка, всё правильно. Всё правильно. Собственно, он нас сюда и отправил. Материалы пришли. Что на вашей станции перебиваются номера судно-кавтомобилей. Вот и всё. Какие материалы? Давайте поедем. Всё узнаем. Ну, хорошо. Давайте побыстрее. Миш, я поеду с тобой. Подожди. Звонил Трясоруков. Просил две машины принять. Через пару часов. Всё, надо дождаться. Я думаю, что это быстро. Только позвони мне. Хорошо. На, держи. Спасибо. Ну, я надеюсь, ты не собираешься ехать в Ярослав на мотоцикле, Ром. Тебе не 20 лет. Вот именно, мам. Ты серьёзный, солидный человек. Мам, я хочу отдать её своему другу. Врёшь? Вру. Нет. Ну, всё, мам, спасибо. Ой, ну что у меня за сын? Что это? Рома, ну даже не пройдёшь. Я грибной суп сварила. Я хочу пораньше встать и выехать. Ну, всё, давай, пока. Стой. У меня есть надежда увидеть тебя с семьёй, с детьми, с домом. Мам, у меня же есть дочь. Я говорю о детях, которых ты будешь воспитывать. Папе, привет. Всё, я побежал. Мне надоели твои съёмные квартиры, Рома. Ну вот пусть приедут и напишут заявление. Или вот. Или лучше участкового пошли, пусть поработает. Вы не видите, я занят. Всё, работай. Слушаю вас. Мой муж, Михаил Краснов. Его пригласили к вам, сказали, что для беседы недолго. Но его до сих пор нет дома, а телефон не работает. Кто пригласил? Куда? Сказали к начальнику розыска, к Ольге Петровичу. Я ему звонила, но он отключён. Конечно, отключен. Он в Эмиратах. На солнце. Живот греет. Третий день уже. Сказали, что к нему. Такой мужчина коренастый. Перов фамилия. Перов? Угу. У нас нет никакого Перова и не было никогда. Как фамилия вашего мужа? Краснов. У нас среди задержанных нет. Позвоните, пожалуйста, в уголовный розыск. Может, я перепутала фамилию опера. Алло, Желтяников? Тут женщины. Мужа ищут. Говорит, ваши забрали. Не находил? Краснов фамилия. Не надо на меня орать. Я спросил, кто ответил. Всё, пока. Он не в курсе. Слушайте, я вам говорю, что у нас нет вашего мужа. Приходите завтра утром. Утром будет начальство, оно всё решит. Утром? Может, его в районную увезли? Утром приходите. Да, алло. Чего? Что? Да, медленнее. КОНЕЦ Да. Алло. Роман Георгиевич. Здравствуйте. Меня зовут Надя. Я жена Миша Краснова. Он мне дал ваш номер телефона на всякий случай. Если с ним что-то случится. Как вас найти? Скоро буду. Красавцы. Просто иванально. Так вышло, профессор. Выходят девушки замуж, а мужики делают. Ну, что теперь? Куда теперь кидаться? Баба у него осталась. Походу, с ним в близких. В близких? Может, у него таких с десяток в близких. Он успел сказать чего? Нет. Только отмазы кидал мне. Я не знаю. Ладно. Забирайте его бабу. Рвите на куски, но чтобы я знал весь расклад. Заодно уроком будет. Ни черта поручить нельзя. Лопату забери. Извините, мы закрыты. Моя фамилия Шилов. Здравствуйте. Не обращайте внимания. У нас ремонт. Только переехали. Это ничего страшного. Скажите, а у Миши в последнее время ни с кем проблем не было? Да нет. Миша умеет владеть людьми. Ну и хорошо. Роман Георгиевич, вы поможете? Ну, я для этого сюда и приехал. Только для начала мне нужно все узнать о вашей жизни. Враги, недруги. Например, любовницы. У Миши были любовницы? Вы женщина. Вы должны такие вещи чувствовать. Ну, случалось. Чего уж. Потом он приходит, может, виноватая, подарки дарит. Но я делаю вид, что не в курсе. Да не часто все это. В последнее время все-то у нас хорошо. Бизнес и семья. Примерный муж. Куда ему особо настроить? Может быть, он от вас что-то скрывал? Секреты были? Да какие секреты? Тот недавно хотел его подбить с угнанными тачками работать. Так он сначала со мной все обсудил. А потом сказал, я Роман Георгиевичу слово дал. Ну и не стал связываться. Ну, может, бизнес ваш кому-то мог приглянуться? Да тут хлопот чуть ли не больше, чем прибыль. Крутиться надо? Не думаю. И потом, у Миши друзей много. В городе все его знают. Помогут, если что. Но позвонили вы не друзьям, а мне. Это же не по бизнесу. Его просто взяли и увели. Ну, взяли и увели. Значит, живой кому-то нужен, правильно? Извините. Заявление писали? Угу. Не беру. Сказали, три дня ждать. А где у вас УВД? На центральной площади. Там, где собор. Там еще флаг на крыше. Только мне надо сначала брату дождаться, передать ему дела по станции. Ну, я к ним подъеду и за вами вернусь. Хорошо. Паш, привет. Слушай, мне нужно знать, в городе ли находится Селиванов? В городе. Бухает с товарищем по-черному, да? Ну, так, на всякий случай, наружку пока с него не снимай. Да сам не знаю, что происходит. Ну, я с ним расскажу. Давай на связи. Значит, где собор? Ищем флаг на крыше. РАДОСТНАЯ МУЗЫКА Тринадцать. Четвадцать. Пятнадцать. Блин, никак за пятнашку не перейти, а? Желтяников, еще раз мне по голове своей болванкой заедешь, я тебя удавлю. У меня допрос. У меня тоже допрос. Использую тактику устрашения. Нашел, кого устрашать. Как дела, Роман Георгиевич? Мы знакомы? Ну, в Питере все девчонки из дознания были с вами заочно знакомы. Роман Голустян. Пистолет ТТ в пекарне. Вы потом еще целую серию там раскрутили. Вы сильно изменились. Ира? Ну, да. Какими судьбами? Ира, может, мы поговорим, а? Ты сначала научись нормально разговаривать. Ага. Это тебе нигири тягать. Если что, у меня восьмой кабинет на первом этаже. До свидания. У вас сейчас с ней что-то было? Давай, может, к делу, а? Ну, а что, пусть жена твоего друга приходит. Все оформим. Фотороботы составим. Искать надо. Потеряшку. Кто его искать будет? Ладно. Сейчас я ее привезу. Здрасте. До свидания. Кто такой? Да это мент из Питера. У него здесь друг пропал. Хозяин автосервиса. Из Питера, говоришь? Нормально, да. Ну-ка, давай поподробнее. Но... Вот это квитанции на вазовские колодки. Важны привезти из Москвы. Это от шестерки. Это от ауди в покрасочном. Это от джипа. Мы его продали, но покупатель оставил до среды. Ты все понял? Понял. А остальное? Остальное не трогай. Слушай, а... Кто джип ты купил? Слушай, не знаю. Не местный, из Питера вроде. Он расписку покажет, которому мы на деньги написали. Расписку заберешь. А что ты когда вернешься? Толя, ты вообще понимаешь, что происходит? Миша пропал. Так. Я поехала в полицию. Пожалуйста, ради бога, ничего не сломай. Хорошо? Хорошо. А мы к вам. Где мой муж? У нас. Вы же в курсе? Я была в РУВД. Вас там никто не знает. Вы не из полиции. Интересно. Нас пока никто не увольнял. Придется сказать. Что? Дело в том, что мы действительно не из РУВД. Мы из Петербурга. Михаил очень важный свидетель. Помогает нам в серьезном деле. Вы в большой опасности. А мы вас отвезем к Михаилу в безопасное место. Так вы от Георгия Романовича? Он вас прислал? Да, мы от Георгия Романовича. Он нас прислал за вами, чтобы объяснить все в Петербурге. Хорошо. Сейчас только я ключи от конторы брата оставлю. Да, конечно. Туаля, полежать! Нет! Открывай ботанку! Туаля, помоги! Туаля! А ну, наш отт, быстро! Быстро! Туаля, помоги! Туаля, помоги! Это... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Как вы? Мне надо переодеться. В общем, ты вот так вот, ни в чём не сомневаясь, просто направил на них мотоцикл. Двое мужиков запихивают женщину в багажник, у которой накануне похитили мужа. В чём я должен был сомневаться? Да тут всё как-то сомнительно. А с Шиловым ты когда познакомилась? Сегодня. И раньше его не знала? Нет. Но ты именно ему позвонила, когда пропал твой муж? Миша говорил ему звонить. Кто ещё был на СТО? Брат Нади видел. Все сотрудники СТО видели, что они вооружены и похищают Надю. В чём проблема? В чём проблема? Проблема в том, что никто из них не видел, кто именно убил гражданина Левина Олега Васильевича, разыскиваемого федеральным розыском за совершение убийства. И Надя не видела, потому что она находилась в багажнике. Чё-то ты недоговариваешь. Послушай, хватит мне тыкать. У меня пропал муж. Меня чуть не увезли в багажнике. А человека, который за меня вступился, едва не пристрелили. Или ты займёшься всем этим. Или уже завтра я буду в вашем министерстве в Москве. Мне тебя работать учить? Учить меня не надо, Шилов. Нормально, да? Я позвонил в Питер. У тебя там неприятности? Как мне кажется, ты теперь в районном управлении трудишься. А сейчас вообще в отпуске. Кстати, отпускной у тебя куда выписан? В Ярославль. Где мы и где Ярославль? Я ж по-моему объяснял. Зря ты. Зря вы так. Просто странно. Человек первый раз вас видит и тут же подставляет свою голову под пули. Считай, что я экстремал. Кто-то в свой отпуск на парашюте прыгает. А я вот так во всякие передряги впрягаюсь. Нормально, нет? Ко мне есть ещё вопросы. У следователя. Подождите в коридоре. Пожалуйста. Да. Алло. Ну всё в порядке. Этого Шилова нам сам Бог послал. Хорошо. Следователь пришёл. Вот ему про свои передряги и объяснишь. Свободен. Вас. Устали? Нормально. Я так и не успела вас поблагодарить. Так, Краснова. Вам ещё надо мужа искать или уже нет? У меня дел, залейся. Транжунный. Вот ещё. Кара. Нормально, да? Не будешь зря? По мелкому, закрою. Поганила не оправдаешь. Меня профессором прозвали, когда я в зоне после Бузы Придумал, как шесть трупов в лоханке с химикалиями растворить Угощите Так что хорошая манера тут ни при чем Ну, как я слушаю Навел я справки в Питере, у меня там знакомый Когда-то по первым к нам в командировку приезжал Бывший начальник этого Шилова, Леха Ковалев Денький мужик Ну, короче В деле этот Шилов, однозначно Проходите Располагайте Извините, я всю ночь не спала Собиралась как в тумане Думаете, что я за жена такая? Муж пропал, а я о прическе думала Это у меня от отца Он был морским офицером Когда из больницы позвонили, что мама умерла Он сначала побрился, а потом поехал Не мог выйти из дома небритым Не мог выйти из дома небритым Глупо? Нет Жив отец? Нет На год маму пережил Есть хотите? Да Миша, мне о вас очень много рассказывал Говорил, что если бы вас не встретил Вся жизнь по-другому пошла Говорил, что вы вся его семья Его убили? Его уже сутки нет Если они меня пытались похитить, значит они хотят что-то узнать А у него уже не могут Так? Не обманывайте меня, пожалуйста Возможно, они хотят как-то Воздействовать на него Хотят, чтобы он что-то сделал Что? Ну я не знаю, но Должен быть какой-то ключик, какой-то толчок Так, давайте попробуем успокоиться и вспомнить Не было ли чего-нибудь странного, необычного в последние дни Да Треплются Понял На звоночке Если Если только цыгане Что цыгане? Они пригнали Мерседес По ходовой там Так А Миша заметил, что номера перебитые Он им позвонил, сказал, что вы забирали Они были очень недовольны А потом их барон приезжал Сказал, что если Миша кому-то что-то расскажет Давно? Прошлый понедельник Мерседес непростой был Салон на заказ Видать, хозяин серьезный Так, давай все, что помнишь Марка, цвет Все, что помните, извините Да ничего После сегодняшнего думаю, что можно на ты Так Цвет Серебристый металлик Жек, да не хочу я пробивать через местное Да потому, что не хочу Живу давно Я тебя прошу Узнай по-тихому по поводу угона таких Мерсов Да, и по поводу барона Цыганского Пробей Как его Надь, как барона Цыганского? Куч Куч Ну, я понимаю, что может в нашей базе его нет Ты через Москву по шерсти Или этнический отдел Да не надо сюда приезжать, Жека Нормально все Да, еще узнаю Не выходил ли кто-нибудь еще, помимо этого Селиванова Из группы Чибиса, посаженных на показаниях Краснова Ну так, на всякий случай, мало ли Да никто его не травил Все, давай, на связи Чибис? Это тот, что Миша рассказывал? Мало ли, что кому в голову придет за столько лет Так, что дальше? Дальше спать Завтра сложный день Понадобится свежая голова Сейчас Вот Мишу купил я пять назад Тогда на дорогах шалей Может пригодится? Хорошая вещь Надеюсь, что не пригодится Я постелю тебя в гостевой Да, Ксюша Слушай, еще пару деньков и выезжаю Дела чуть задержали Нормально все Не, правда нормально А у тебя как дела? Ну и хорошо Я тебя тоже целую Спокойной ночи Давай Жена волнуется Я не женат Почему? Трус, наверное Давайте проверим окна и двери Да Извините Я Я не могу там одна Ну, чего там? Спать, Юлия Баба ему ружье дала Ружье? Да Обрез Да какая разница Пошли Рот закрой Большая разница Мужик конкретный Полезем шмалять будет А нам шума уже и так хватает Профессор сказал Ускориться надо Профессор сказал Что я в ответе Ты понял? Ладно, поехали А завтра все сделаем по-моему Я бы ничего не хотел Сам ешь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да нет, я не против, посиди. Просто мне сейчас в зоопарно. Там к вам приехали. Сейчас. Кто еще? Еловый. Я перезвоню позже. Просто и банально. Приветствую. Комаров-то сколько. Сейчас хорошо окон клюет. Не знаю. Не рыбачил еще еловый. Не до того сейчас сам знаешь. Как сказать, профессор? Как сказать? Это смотря какую рыбку ловить. Я ведь к тебе просто так приехал. Посмотреть как у тебя дела идут. Люди хозяина грех ждут. А кто кроме нас о них позаботится? Два дня еловой. Слово даю. Все найдем. Да, добро. Никто тебя за язык не тянул. Сам сказал. Угу. 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 Вот. Вот, расцепляю. Господи, прости, не ведаем, что творим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Утолите мое любопытство, подполковник. Почему чем больше звездочек на фагонах, тем человек глупее? Вы что, реально думали, что так вот просто приедете и увезете наши деньги? И вы утолите мое любопытство. Ну, а с кем имею честь говорить? Можете называть меня профессором. А, профессор. Тогда простите, профессор, не подготовился к экзамену. О каких деньгах идет речь? М-м-м. В тех институтах, что я преподаю, очень высокий конкурс на одно место. На место, да еще право жить. Ваш этот парень, Краснов, засветился, деньги были мечены. Так что вам лучше перестать играть в партизана и рассказать, где наши бабки. Вы ведь за ними приехали сюда из Питера? Очень сложно говорить, профессор, когда тебя не слушают. Я приехал сюда, потому что мне позвонила жена Краснова и сказала, что он пропал. Все. Можете спросить у нее. Просто и банально. Ну что же, как на любом экзамене, отдам вам время подумать над ответом. Но только недолго. А девочку мы спросим, не сомневайтесь. Привет. Волк, берегу, не тащи. Ну что ты дергаешься? Отпусти. Ты же баба одинокая, тебе должна радовать, что мужик появился. Волк. Ну где веревки? Ты чуя! Стой! Стой! Мам! Вот это подойдет. Ну что, подполковник, подумал? Подумал бы, если вы знаете что, наверное, приду на пересдачу. Хороший преподаватель всегда излечет из студента знания. Да, Волк. Что? Да, мы не договорились. Ну, говори, говори. А у меня селезенки и почки нет. Представляешь, знаешь почему? В ментовке отбили. Надя! Миша! Миша! Надя! Тихо, тихо, тихо. Да нет, все нормально. Ребра, кажется, сломаны. Ребра, все, все нормально. Что случилось? Где ты, папа? Где ты, папа? Все нормально. Все нормально. А те двое-то, как мы выехали, пушку приставили, в лес отвезли. Все про какие-то миллионы. Спрашивали. А я понять не имею. Велеть могилу копать. Я копал там, одного лопаты приложил и в лес бежать. Они стрелять начали. Стреляли. Там я в шалаш спрятался сутки. Сутки проспал. Что с тобой-то, а? Ничего. Что им надо-то? Не понимаю. Что им от тебя надо? Надо этого связать. И в милицию отвезти. Связать надо, а в милицию не надо. Мы там уже с Шиловым были. Надо просто им позвонить. Роман Георгиевич? Да. А он здесь? Да. Только он тоже пропал. Все нормально. Все нормально. Ну что, мент, волнуешься? Ну, есть малеха. А когда куришу моему ноги крошил, нормально было? Ну, так и он не в парке гулял, а девушку в багажник засовывал. Девушка? Ага. Это не девушка, дорогой мой. Это крыса. Крыса, которая на общак пасть разинула, понимаешь? Ты знаешь, когда на Урале бродяжил, мы одну крысу на Муране не посадили. Представляешь? А он сутки жил, пока эти твари изнутри его жрали. Они, понимаешь, заразы, маленькие, малюсенькие, пролезают в любые щели. А семья его на все это смотрела. А ты ты своей бабушке расскажи. Вот, я думаю, ей понравится. Есть же у тебя бабушка, да? Я думаю, ты тоже был бы заинтересован. Хотя для тебя я придумал бы что-нибудь попикантнее. Что ж не придумал-то, а? Думал-ка сломалась? Да нет, старик, времени нет. Придется простым, простым, но надежным способом. То, что этот механик появился, это хорошо. А вот то, что он вас врасплох застал, значит, челый у него остался. Ага. Надо что-то с ментами решить. Вдруг они туда ломаются. Не облезли. Ладно, иди. Хотя, вероятность такая и есть. Алло. Узнал? Узнал, узнал. Ага. Да понял я. Ничего. Сейчас на себя все замкну. Да. Нормально, да? Язык тебе еще понадобится. А вот яйца вряд ли. Ну, что, готов? А? Просто ибананно. В бассейн пошел. Ну, я иду. Ага. С этим что? Поскользнулся, упал. Я ваш должник. Его все равно нужно было убирать. Нельзя долго использовать маньяка. Что дальше? Краснов где? Надеюсь, скоро будет здесь. Вместе со своей девчонкой. В полицию позвонила? Нет. А почему нет? Потому что, когда Шилов пропал, нас неожиданно в полицию вызвали. Я туда зашла, пару подписей поставить. А он исчез. Ты в полиции сказала, что он исчез? Нет. Я подумала, что, может быть, так надо, что я что-то нарушу. Роман Георгиевич не очень похож на человека, который со всеми делится своими планами. Это точно. Что делать-то? Кто? Полиция! Открыто! Да я вижу. В дежурку сообщили, что стреляли у вас в доме. Опаньки. Пропащий нашелся. Нормально, да? Нашелся, нашелся. Без посторонней помощи. Загулял, что ли? Ну да. На тот свет и обратно. Вот приятеля с собой захватил. Он сейчас все расскажет. Дежурный, Варламов. Я в доме Краснова. Тут действительно стреляли. Есть задержанный. Краснов нашелся. Сообщи следаку. Едем на базу. Сейчас машину подгоню. А ты ствол-то спрячь. От греха подальше. Ага. Угу. Где Шилов? Я спрашиваю, где Шилов? Я тебя за него на куски порву. Ну все, парень. Брейк. Сейчас приедем в отдел, там разберемся. А они уже чуть со мной не разбромят. И с женой моей. Да все, я сказал. Успокойся. Теперь мы этим занимаемся. Выходим из машины. Быстро. Быстро, я сказал. Тише, тише, тише. В машину пошел. Шевелись, шевелись. Ключи одноручные. Зря вы так, парни. Игорь! Голливуд. Блин. Почему Краснов? Может, выйдем на свежий воздух? Не выйдем. Боюсь, на свежем воздухе я не успею в должной мере им насладиться. Почему вы решили, что Краснов взял общак? Почему сразу общак? Скажем так, коллективные деньги. Я жду ответа. А я не стану отвечать. Что сделаете? Убьете меня? Это вам не поможет. Вас найдут на краю света. Найдут и убьют. И вас, и ваших жен, ваших ребятишек, ваших родителей, братьев, дядек, девок. Всех вырежем. Даже кошек и собак. И никто не поможет. Никто не смеет поднимать безнаказанную руку на наше благо. Телефон мой где? Хочешь 0,2 набрать? Апостолу. Знакома такая кликуха? Набери ему и спроси, мог ли я взять ваши деньги. Ну что? Сегодня парады? Ты руки убери, а? Да ладно. Да угомонись ты. Странно, профессор не отвечает. Да, просто. Ну, просто так сложилась ситуация. Хорошо. Тебя. Да, Петр Сергеевич. Спасибо. Но, видимо, у нас судьба такая, помогать друг другу. До связи. За вас поручился Петр Сергеевич. Это серьезно. Нормально, да? А что не работаем? А ты сам-то где был? Пиво пиво. Проверял сигнал по стрельбе. На профсоюзной. И что? Через плечо. Не подтвердилось. Я тут взял три дня. За свой счет, надо в Москву скататься. Нафига? Да тачку надо продать. С Колешем договорился. Вроде за нормальные бабки. А то здесь ее никто не берет. Все знают. Жвачку купи. Что? Какую жвачку? Шутка такая. Хотя ты молодой, все равно не поймешь. Петр Сергеевич поручился из-за вашего молчания. Короче, это были деньги, предназначенные для нескольких зон нашей области. Еда, лекарства взялки, помощь семьям. И я за них отвечал. А теперь вы в ответе, чтобы их вернуть. Вот именно. Как это произошло? По беспределу. Людей просто расстреляли. Деньги забрали. Единственный человек, чудом оставший всех живых, слышал только одну фразу. Машину загнать, бабло перекинуть, покинуть место происшествия. Очень характерная фраза для мента, да? И беспредельный стиль тоже. Простите. Да. Я был занят. Слушай сюда, Волк. Значит, сделаешь так. Понял. Понял, сделаем. Понятно, почему меня подозреваете. Как Краснов в эту историю затесался. Мы живем в двадцать первом веке, и с деньгами периодически всякое случалось. Соблазн велик, вот и едет крыша у людей. К тому же деньги были мечены, как я уже сказал. И? Ну, два дня назад Краснов заплатил взнос за кредит. Этими купюрами. Мы пробили его, подняли прошлое. Связь с вами. И тут я на мотоцикле, да? И что я должен был думать. Пшел. Роман Георгиевич, у них осталась Наня, они ее высадили. Что происходит, а? Роман Георгиевич, апостол поручился за вас, но не за него. К тому же мы не знаем до конца, причастен он к пропаже наших денег или нет. Очень надеюсь, что вы поможете разобраться в этом. Да, вот. Не мучайтесь. А девушка побудет у нас для страховки. С ней ничего не случится. Слово даю. Да, подполковник. Петр Сергеевич поручился, что вы не создадите нам проблем. Пожалуйста, не огорчайте его. Поехали. Давай, давай. Двадцать грамм тебе крышу не сорвут. А нервы успокоят. Не хочу. Пей. Я тебе хоть раз плохого посоветовал? Значит так. Обрез у меня есть. Я знаю, где ствол можно копанный взять. Зачем? Затем, что Надя у них. И что дальше? Воровской общак, Миша, это серьезно. Ты что, Георгиевич? Ты думаешь, что это я взял? Тихо. Единственный шанс доказать, что ты не в теме, найти того, кто брал эти деньги. Профессор сказал, что ты меченые деньги в банк клал. Клал деньги в банк, Миша? Клал накануне. А я всегда, как наличка появляется, сразу на счет кладу. Откуда деньги? А я в сервисе работаю. Кузовню одному починил. Движок расточил. Тачку продал. Тачку? Тачка, она здесь стоит, вот. Это тот, за который клиенты не пришли? А они сказали, что они не местные. А когда должны были прийти? Вчера. Ну, конечно, конечно. За движок расточил, много денег не впихнешь, а вот за тачку можно. А что же они тогда ее не забрали? А чтоб тебе никто не поверил, когда ты догадаешься, откуда деньги несчастливые пришли. Вспоминай этих клиентов, Миша. Подробно вспоминай. Да! А что так срочно? Ладно, понял, иду я. Послушай, в следующий раз, может, найдешь место приличнее? У меня от этих штурен все коленки разбиты. Найду я, найду. Сама знаешь, Танька сегодня дома. Да я вообще-то на дежурстве. Валентин мой подозревает, что-то запил. Боюсь я. Не бойся, нормально все будет. Ты оделась? Да. Иди. Чего заурал опять? Я вот решил, тебе немножко радости подбросить. Тут еще компенсация за башку твою. Рассказали, Тьвов? Рассказали. В общем, мента и механика я отпустил. Девчонка у нас пока. Как отпустил? Есть сомнения, что деньги они взяли. Нормально, да? Ты же меня подставляешь. Я же должен был в нападении уход дать, а этот человек врученый парень. Поймет? Ну и пусть. За него поручились, понимаешь? Худого он нам не сделает, против нас не пойдет. Заодно деньги поищет, чтоб дружка своего отмазать. А ты присмотри за ним. Хоть баба его у нас пока. А кто его знает? Баб на свете много, а денег мало. На, держи. Миш, ты что издеваешься, что ли, а? Я не художник и не писатель. Как мог, так и описал. Да под твои описания полстраны подходит. Слушай, я с людьми не работаю, я с тачками работаю. С тачками? Для меня лица однообразнее радиаторов. Что, пешком приходили? На Кадиллаке приехали. Так, что за Кадиллак, вспоминай. Черного цвета. Так. Года 95-го. Старая машина. Еще кузовню повело. Там, кстати, амортизаторы разные. Перекос был. Американка. Где вот с американцев ремонтируют? Если у нас, то только у Валерки Шевчука. Американка у нас не в почете. Слушай, подожди, подожди, Миша. Не надо резких движений делать. У нас еще пару вопросов осталось выяснить. Первый, почему они вышли на тебя? И как они узнали, что деньги мечены? А Надя? С ней будет все в порядке, пока мы им нужны. Алло, Жек. Слушай, нужно пару телефончиков ментовских пробить. Местных, местных. Ну, тебе надо через УСБ обращаться. Можно же как-то по-другому. Ну, и отлично. Пиши фамилии. А если окажется, что мой муж взял ваши деньги, вы его убьете? Ага. И меня? Если окажется, что вы были в курсе, то да. Вы врете? Почему? Потому что ваши люди пытались меня похитить, даже не будучи уверенными, что я что-то знаю. Но я это и хотел выяснить. Как? Есть способы разговаривать на Бога. Пытали бы? Насиловали? В зависимости от ситуации. Возможно, и то, и другое. Вы всегда говорите только правду. Даже такую. А почему нет? Потому что это ненормально. Для кого? Для меня. Нормально. И для того мира, в котором я живу, тоже. Но я в нем не живу. Вы так думаете? Оглянитесь вокруг. И вы поймете, что ваш мир и мой мир, это одно и то же. Просто у нас говорят о том, что у вас делают молча. Мой муж не брал ваших денег. Значит, он либо это докажет, либо он плохой муж. Дергаешься, да ты раскабанил. Бросить курил? Да я не сам. Врачи заставили. Простреляно легкое, покоя не дает. Мучаешься? А нет, кайфуй, блин. Поехали давай. Да, Жека? Ну что, удалось что-нибудь надымить? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не, мы такие не работаем. У нас только американцы и экспансы. Хозяин где? А что ему тут делать? Он раз в месяц приходит. А мастер? Витя? Витя в офисе. Но только лучше не беспокоить его. Он с подуна злой шибко. Злее видали. Добрый день. Чего надо? Поговорить. Не до разговоров мне сегодня. Старичок, разговор серьезный. Напихни их, знаешь, куда болею. Не получается разговора. Да ты что творишь-то? Я еще даже не начинал. Миша, начинай ты. У тебя лицо добрее. Кадиллак-девиль. 90-х годов. Черного цвета. Замена амортизатора. Чья машина? Да откуда я-то знаю? Не видел такую. Американки только на вашей станции делают. Да не видел я. Ответ неправильный. Да что вы говорите в самом деле. Был Кадиллак. Черный. Полгода назад пригоняли еще с пешком. А лодки меняли. Амортизаторов не было. Будто у нас в Кадиллаке каждый день... Завчасти на Американах в нашем городе только Валерка держит. Больше никто не заморачивается. Ты не спеши. По-моему, Клят созрел. Продолжай. А я пойду воздухом подышу. Ну что, трындец тебе? Не понял. Колодки. Амортизаторы на Кадиллаке ты менял? А? Просела машинка. Косяк, верно? Так, я Семену сразу сказал, оба надо менять. Оба амортизатора надо менять. А его жаба задушила. Говорит прокладочкой поменять. То, сё, капремонт, короче. Ну мне-то чего? Семен это кто? Хозяин машины. А вы что, не от него? Нет, не от него. Он моей девушке оку поцарапал. Машину приметили. Люди видели. Ну так с ним и решайте. Я тут и при чем? Где его найти? Магазин у него свой есть. 24 часа возле первой школы. Он всегда там. Как тебе зовут? Костя. Костя? Ну смотри, Костя. Обманул, я вернусь. Ну что у тебя? Кусто. А у меня кусто. Да, Константин? Работа, работа. Здорово. Мужик. Ну? О чем у тебя с этими разговор был? Знаешь, где этот магазин? Я знаю, где школа. Магазин найдем. Я вот одного не понимаю. Машина приметная. Хозяина мы нашли в легкую. Как они могли так засветиться? Ну, во-первых, не все так хорошо разбираются в машинах, как ты. А во-вторых... Что? Ну, они не думали, что ты кому-то что-то расскажешь? Да, Алёс. Ты что мне сюда звонишь? С ума сбрендила? Что? Стоп, стоп, стоп. Я понял. Слушай, я все решу. Слушай, подожди. Я перезвоню через минуту. Алло. Олеша, брат, выручай. Я тут за людьми хожу, а у меня проблемка личная нарисовалась. Можешь подскочить? Слушай, ты же знаешь, я отпросился. Готовлю машину к продаже. Да я помню, помню. Ты не понимаешь. Вилла просто, баба, с которой я сплю. Собралась к жене моей идти за меня говорить. Надо ей мозги прочистить. Можешь ее перехватить. Блин, вечно ты в какой-то блудняк влезешь. Слушай, ну давай на пару часов, не больше. Не хочу в ночь ехать. Куда подтянуться-то? Я сам за тобой заеду. Давай. Здравствуй. Здравствуйте. А как найти? Семена Дмитриевича? Он на складе. Игорь, где кирпич? Не понял, а? Доброго здравия. Семен Дмитриевич. Доброго здравия. По какому я поможу? По шкурному. Ага. Автомобиль в последнее время кому давали? Никому. А если подумать? Подумал. Никому. На вашем автомобиле совершено ДТП с летальным исходом. Да вы что? Где? В Питере? В Ленинградской области. Погодите. А при чем тут опера? У вас написано оперу полномочия? А у нас есть подозрение, что это заказное убийство. Ну что, вспоминаем, кому машину давали или поедем? В Питер? Пойдем в Питер. Машину не давал. Врать не буду. Слушай, нет времени у меня тут обхаживать тебя, а? Кому машину давал? Никому машину не давал. Я не поняла, что здесь происходит? Шилов? Что ты здесь делаешь? А ты что здесь делаешь? Я-то? Мужа пришла кормить. Угостишь сигареты, Шилов? Николю бросил. Кругом положительный. Чего тогда не мой? Ты положительный, я положительный. Одноименные заряды отталкиваются. Что сказать хотела, Ир? Ты упорный, Шилов. Я тебя знаю, все равно раскопаешь. Семен в Москву ездил за товарами. Это я машину давал. Другу. Так что не такая уж я и положительная. Но он не тот, кто тебе нужен. Он парень честный. Настолько честный, что на машину не смог заработать. Он для работы брал. Где работает? Опером в угрозыске. Хочешь, я ему позвоню? Правда, он на три дня собирался уехать. Как зовут? Олег Желтяников. Только мужу не говори, ладно? Может, уже уехал? Конечно, это худший вариант. Но, кажется, успели. Олег! Или нет? Твою мать. Твою мать. Нормально, да? А вы тут как? Стреляли. Руки! Оба руки! Сейчас. Что, нас тоже похитят по пути в полицию? Профессору звони, разговор есть. Как при нападении. Сможешь сравнять через своих? Если будет с чем? Не, нормально, да? Сами же, все на тормозах спустили. Нету дела, нету ничего. Гильзы я тебе дам. Нам шум не нужен. Что думаешь? Да, я думаю, он попросил его проследить за нами. Ну, и когда он понял, что мы нашли Семена, машину, и запахло жареным, он позвонил своим друзьям-подельникам и попросил помочь. А те решили, что проще оборвать ниточку. Никогда бы не подумал, что это Олег. Как они на бабки вышли, вот что. Так а что, надо подельников искать. Он в Москву собирался. Наверняка они там должны были встретиться. Нормально, да? Ани? Банк тот. Но это не все. Отпустите Надежду. Мы вам нашли того, кто это сделал. Если ваш человек облажался, то еще ничего... Речь шла не о том, чтобы найти людей, а о том, чтобы найти деньги. Все складно. Просто и банально. А может, это вы подельника завалили, чтобы свалить все на него? Тише, тише, Миша, спокойно. Завтра будут вам подельники. В твоих словах, уверенность. Просто после вчерашнего нашего разговора я его телефон и пары его коллег поставил на прослушку. И завтра все станет ясно. Мне бы твои возможности. Да кто на что учился? Да, я лови. Все помню. Завтра, я надеюсь, решить все вопросы. Завтра. Да-да. А я не понял. Ты что, и мой телефон, что ли, на прослушку поставил? А что, тебе есть чего бояться? Нормально, да. Конечно, есть. Или ты думаешь, что мне за мои отношения с профессором орден дадут? Погазать твое место кто-нибудь не заплатит. Твои отношения с профессором никому нафиг не будут нужны. Поверь моему опыту. И еще. Вызови наряд. Я понимаю, что у вас здесь особые отношения, но убийство все-таки. Георгиевич, если с Надькой что-то случится... Да ничего с ней не случится. Если с Надькой что-то случится, я... я их убью. Я просто тебя хочу предупредить. Я за себя не ручаюсь. Давай спать. Чтобы убивать, нужна ясная голова. Субтитры сделал DimaTorzok Миша Свет. Ну что, Варламов, не бережешь ты статистику? В родном районе. Посмотри, что у него в карманах. Каждому охота пенсию хорошую иметь. Это только кажется, что я тут туз с тузом. Всем еловый верховодит. А я собери бабло, отправь. Грязную работу сделай. Вся жизнь по пересылкам. Миллионы собираем. А на что? Великая воровская идея. Да нет ее вообще. Пшик один. Бабки наши в зонах никому не помогают. Дербанят их кто на что гораст. Ержут над нами. Сколько я говорил еловому, а он динозавр. Да я на эти бабки право имею больше, чем кто-либо. Ей закурить? Не курю, бросил. Я тоже. Ладно. Сколько? Вчера ты мне денег не предлагал. Вчера у тебя на меня крюка не было. Олежка Тупень. Как понял про тачку. Позвонил мне вчера как ошпаренный. Дебил. Говорил ему за тачкой в Москву ехать. Денег дал. Дебил жадный. Почему Краснова подставили? Удобно. Судимость у него срок условный, но статья почетная. Олежка пробил. К тому же, один он. Без прикрышки. Как мне казалось. Врать не буду. Хотел списать его. Часть денег подбросить, чем перед Еловым отчитался. А потом ты появился. Вроде как тоже в масти. Кто на охрану напал? Первый Левин. Ну, а те, которых ты с пробега снял. Они беспредельщики. Олежка за ними присматривал. Что собираешься делать? К Еловому пойдешь. Он жадный денег не даст. Ну, порежет меня на куски. Тебе-то с этого чего? Парень вон жив. Девчонку сейчас привезут. Деньги где? В доме у матери Олежки. Померла она. Хата пустая. Там у него Надеж не было. Миша! Надя! Миша! Надя! Миша! Мишенька, 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 Мишенька. Миша! Олежка должен был их вывезти на хату в Москве. Так они же вроде как меченые. Ну, да. Я идиот их метить перед тем, как забрать. И так пришлось всех на уши ставить. За правду розыск устраивать. У Елова везде глаза. Только ты скажешь свои условия или нет. Я тебе обещал найти деньги. Я их нашел. Я тебе там запись одну интересную отправил. Послушаешь на досуге? Копия, кстати, ушла к человеку, который за меня поручился. Оставишь ребят в покое, и файл никуда дальше не пойдет. Я тебе обещаю. Прощай. Это та запись моего разговора с Олежкой? На бесплатную прослушку у нас, как говорится, денег не хватило. Хотел Варламова на понт взять. Кто знал, что ты поведешься? Погоди, а деньги? В отличие от тебя, я еще во что-то верю. Миллионы собираем. А на что? Великая воровская идея? Да нет, и вообще. Жигадин. Все просто и банально. За свечами следи. Ну что ж, как говорится, счастливо оставаться. Вы берегите его. Постараюсь. Приезжайте к нам еще. Лучше уж вы к нам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жилов, моя фамилия. Привет, Ксюша. Привет. Слушай, расквитался я со своими делиськами. Утром буду у тебя. Можешь не торопиться, я в Хабаровске. Ты пока собирался, меня отправлю в командировку. Ксюша. Тут уже ночь. Прости, у меня завтра сложный день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...